А можно с нами сфотографироваться? А вы можете мне автограф поставить? Ой, как я вас люблю! А можно я с вами постою рядом, заряжусь от вас? Кто так хотел? А? Может быть, что-то еще? Может быть, что-то еще? Нет, Либер, может быть, тебе стыдно перед Богом, которому ты верил? Он тебя спас. Он тебя вытащил из смерти. Может быть, ты от наркотиков подыхал? А он тебя спас. И сейчас ждет, когда ты в этом теле поднимешься, чтобы имя его было прославлено. А ты, как Миккина, себя любишь. Может быть, еще что-то? Масса литературы существует в его бизнесе. Если вы ее начнете читать, то вы поймете, что 90 или 80 процентов – это фигня, которая требует, чтобы ее размололи на специальном автомате, который дробит бумагу. Но есть книги, которые бесценны. Эти книги бесценны. Определяется только одним. Самым главным их качеством. Там есть живые истории живых людей, которые были никем, стали крутыми. Которые были в долгах и поднялись. Которые были вообще изгоем, а стали настоящими людьми. Вот то, что вчера рассказывал Джейсон. Обыкновенный человек по внешности не, я бы сказал, не киногерог. Обыкновенный парень. Какая же сила его в 18 лет заставила шевелиться и двигаться, что сегодня он настолько крупный. И как бы мне присоседиться к этой истории. Как бы мне тоже научиться это извлечь. Может быть, кто-то тоже в детстве чувствовал себя униженным. Может быть, кому-то тоже не додали глаз в детстве. Кто-то тоже обноски носил. На кого-то тоже глазом косили, как на родственника бедного. Может, кого-то обижали. Я вот думаю про себя. Думаю, спрашивайте, какого хрена 10 лет я долбатился в Ербалай? 10 лет. 13 июня 1996 года до августа 2006 года. Весь долга. Вышел оттуда с долгом 19 тысяч долларов. Спрашивайте, что я 10 лет там делаю? Я с огромным уважением отношусь к этой компании. И с этими продуктами я вот уже 16 лет. Вопрос. И я вот недавно понял. А вот как я косил на коленях вот эту траву. Почему? Вот так я 10 лет в Ербалате долбатился. Потому что я свято верю в то, что бизнес, который называется сетевой маркетинг, это наше с вами спасение. Потому что в противном случае все нам кирдык. геморрой и язвенная болезнь на работе. И долги, и пенсия поганная. А здесь у нас есть шанс поездить на Ламборджини. Через год, через пять, через десять, через пятнадцать, через двадцать, какая разница? Но у нас есть шанс и не только на Ламборджини, и не только на машине, а огромному количеству людей помочь. Я думаю, что в каждом из нас есть что-то такое, что может вас приподнять. И я понял, на что я опирался. Я понял, что несмотря на всю свою неорганизованность и лень, несмотря на все свои слабости, во мне что-то такое есть, что заставило меня на коленях сбивать эту траву и делать то, что я сказал за один день. Ну ладно, потом. Я этого не сделал. И точно так же десять лет я бился. Я думаю, что я десять лет бился? Надо мной уже устали смеяться. Я капитан первого ранга. На мне кожаный плащ, вот здесь значок. Хочешь похудеть, спроси меня как. И когда мои подчиненные, офицеры спрашивают, видят меня на улице в Севастополе, опять этот больной идет. Мой лучший друг нанес мне самую страшную рану, какую только можно было нанести. Не буду называть его имя, потому что записывается на диск. Я приехал в Москву, он живет в Москве, не стал рассказывать ему о бизнесе, он начал так хохотать, что упал со стула. Я его раз... возбужденно начал рассказывать о сетевом маркетинге, а он упал со стула, заливает от смеха. Я думал, я взорвусь от моря. Я хотел ему, а он хохотал. И спинется, как будто я, знаете, обкатался. я говорил про книги. Если бы не книги, в которых написаны сетевые истории, я бы не высказал. Когда закончился вот этот вот кровавый период сетевой, начался другой период, через два года я заработал более миллиона долларов в этом бизнесе, сетевом. Десять лет я был в долгах, в следующей компании через два года я заработал больше миллиона долларов. Я вам покажу, в каждом из вас есть точка, на которую можете опереться. Один парень в американской семье ливанского происхождения потехали. Спасибо. Продолжение следует...